Приветствую вас, Татьяна. Во-первых, хочу сказать, что я понимаю вас в том смысле, что неприятно, когда твой близкий человек переписывается с, ну вот как в вашем случае, с другими девушками, говорит, что он холост и, в общем-то, ведет себя так, как будто вас нет. Я согласен с тем, что это неприятно, но, понимаете, какая штука. Во-первых, мы здесь имеем место, мы здесь имеем дело с одной стороны стыдом, простым обычным человеческим стыдом. Стыд проявляется со стороны мужчины, который не желает признаваться в том, что ему чего-то не хватает. И поэтому говорит, что я не знаю, почему я это делаю. Но я это делаю. С другой стороны, мы сталкиваемся здесь с отсутствием доверия между людьми, то есть между вами и вашим мужем. Потому что он не готов рассказывать, он не готов говорить о том, что ему интересно, он не готов об этом говорить, он боится, он стыдится, он стыдится своими желаниями, он считает, что вы его не поймете. И на самом деле он прав, потому что вот то, что вы пытаетесь понять, почему он так себя ведет, отчасти говорит о том, что вы не готовы принять какие-то особенности вашего мужа. Мы говорим об отсутствием доверия между вами и мы говорим о ваших собственных переживаниях, которые тоже необходимо разобрать. Возможно это, как сказать, вы его контролируете. Ну то есть вы его не контролируете, вы сказали, что он ценно признался, но сейчас вы пытаетесь его контролировать. Вот, и, а, то есть вам, как-то вот, вас мотивирует эта ситуация на то, чтобы испытывать какие-то чувства, испытывать переживания. И важно разобрать за тем, что это за чувство, да. То есть это может быть страх перед будущим, с тревогом такая. Это может быть страх будет брошенный, это может быть ревность, это может быть неверность себе, это может быть что-то еще. То есть что-то, что вы в этой ситуации принимаете на случай, вы говорите, о, так вот он вот ведет со мной себя так, а с другими девочками вот так. Ну, потому что вот я там, какая-то не такая, да, вот вы уже говорите, что он сказал, что все хорошо, и в постели его все устраивает, и прочее, прочее, прочее. Ну так, а, как бы, с одной стороны, может быть это развлечение такое для мужчины, тем более, что если до измены не заходил, вот он лет в командировку, и он так развлекается. Может, может быть он так напряжение снимает, да. Вот, ну а проблема здесь в том, что вы не уверены в себе. То есть проблема, она в этом, она в том, что вы не уверены в себе, как раз таки. И из-за того, что вы в себе не уверены, из-за того, что вас эта ситуация развивает, да, ну как бы, вы и реагируете таким образом, пытаетесь, пытаетесь спросить, в первую очередь, о том, почему мой муж так поступает. Не почему я чувствую себя от этого не очень хорошо, да. Не что я чувствую, не, вопрос не в том, чтобы помочь мне разобраться в этой ситуации, да, помочь мне разобраться в себе, в том, как я реагирую на это, например, и почему. А вопрос заключается именно в том, почему муж, то есть, свою проблему вы пытаетесь решить за счет мужа. А что делать, например, если у мужа вот это такой способ развлечения, вот просто вот он так развлекается. Вот что делать в таком случае, если человек просто вот снимает таким образом напряжение. Это неизменно, это не, там, какое-то обеспечивание вас. Это просто способ проведения досуга такой. Вот что в таком случае делать вам? Потому что муж, он, если не видит в этом ничего плохого, он будет продолжать это делать. Опять, да. И самое, что интересно, что если вы будете реагировать на его поведение, на его поступки определенным образом, то этого будет еще больше. Вот. Вот вы задаете себе этот вопрос, что делать я буду, если для него это просто доступ, для него это просто развлечение, ничего больше. А я воспринимаю это все как измену, как, там, возрасте, как факт того, что я ему неинтересно, как начинаю сравнивать себя с ними и прочего. То есть человек просто развлекается, для вас это очень серьезная история. С другой стороны, аааа, с другой стороны, важно, как вы выступаете при защите своих ингрессов и при отстаивании своей позиции. Потому что, если вы свое позицию отстаиваете не совсем уверенно, не совсем корректно, не совсем последовательно, ааа, с нарушением личной границы мужа, то, в общем-то, ничего хорошего из этого не получится, в принципе. Ну потому что, да, потому что, потому что муж будет чувствовать, что вы просто пытаетесь его подчинить как бы себе и, в общем-то, ничего сколько-нибудь позитивного из этого не получится. Вот, поэтому здесь очень важно понять, именно, ааа, как вы свою позицию отстаиваете. То есть, к примеру, к примеру, ааа, вот он говорит, что все хорошо, ааа, все хорошо. Ну, совершенно очевидно, что не все хорошо, да. То есть, совершенно очевидно, что, ааа, какая-то проблема, какой-то конфликт все же присутствует, потому что, если бы не присутствовало, да, то, ну, наверное, мужчина не делал бы, ааа, вот тех вещей, которые он делал. Ну, раз он делает эти вещи, да, ну, значит, он, значит, какие-то проблемы, да, все-таки есть. И, 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 на мой взгляд, очень важно, чтобы вы адекватно, да, чтобы вы адекватно отреагировали на его, и его поведение, чтобы вы адекватно отреагировали на его действия, чтобы чтобы вы адекватно отреагировали на то, как человек себя ведет. Вот, еще раз повторюсь, адекватно, то есть вот это очень, очень важно. То есть с одной стороны, с одной стороны, чтобы вы не обесценивали себя, с одной стороны, чтобы не обесценивали себя, с другой стороны, чтобы мужчина четко видел и четко понимал, что не будете вы, ну, как-то вот терпеть, да, не будете вы как-то терпеть и мириться с этой вот ситуацией, с которой, ну, вы оказались, вот, это очень важно, очень важно, чтобы, вот, это было представлено, и тут, основная тонкость в том, чтобы были соблюдены градусы, вот эти четкие грани, когда, может, с одной стороны, я не наезжаю на человека, а с другой стороны, я оставлю свою позицию, вот. то есть говорить, эм, говорить в большей степени нужно о себе, говорить в большей степени нужно о вас, вам, а не о мужа, и не его нужно, условно говоря, вам, допрашивать, да, почему он, ну, ведёт себя, так или иначе, не его нужно допрашивать, а скорее вам свою позицию желательно до него донести, да, что вам это неприятно, поэтому он может говорить, что это, эм, эм, что всё нормально, вот, он может говорить, что всё хорошо, он может говорить, что, эм, всё в порядке, да, что угодно он может, в принципе, говорить, но, как бы, там, что-то есть и прекращать он не собирается, а это значит, что, эм, вам тоже нужно, как-то вот, эээ, ну, в этой, ээээ, ситуации как-то нужно себя вести, да, и эээ, какую-то вот эээм, позицию, какую-то позицию, какую-то точку зрения, то тоже вам нужно здесь занимать, ну просто потому что иначе это просто несправедливо и по сути там игра в одни ворота получается, вот. Я надеюсь, что этот момент понятен. Вот. В то же время не может удастся в обучении виталий, потому что он этого ещё хочет. Может подсказать, может как-то поговорить, обсудить это всё? Нет, видите ли, в обсуждениях, у обсуждений, есть некие, скажем так, некие ограничения, да? Вот. И в данном случае, мне кажется, что в обсуждении, ну обсуждение вы уже сделали всё, что могли. Да? То есть, мне кажется, что если бы обсуждение могло бы помочь, то оно бы помогло уже. А раз оно не помогло, значит, обсудить его сделали бесполезно, мужчина, скорее всего, либо не понимает, либо не хочет, не хочет говорить просто. Вот. Вот. Это очень, очень важно. Очень важно этот момент, этот момент. Вот. Потому что человек, если он не хочет говорить, да, то он не скажет. Вот. А если он не понимает, то он не будет понимать. Вот. То есть, он не сможет понять больше. Поэтому здесь, если мужчина действительно ценит, как он говорит, семью, да, любит и прочее, вау, то он, конечно, не обратится к, да, если с вами к психологу для анализа, вот. А что касается того, что он боится потерять семью, ну вот этот момент, он, на мой взгляд, этот момент, он достаточно негативный, потому что, ну, бояться потерять семью, это всё равно, что бояться потерять определённую иллюзию, потому что семья, это всё-таки такое безликое социальное образование, гораздо важнее то, какие отношения между людьми, а не семья сама по себе, и его страх потерять семью, это скорее свидетельство о не совсем здоровых отношениях между вами, даже чем о его хорошем восприятиях, потому что, эээ, бояться, эээ, бояться чего-либо, наверное, всё-же это плохо, это скорее плохо, чем хорошо. Вот, эээ, такой момент, поэтому здесь либо ваш муж, эээ, подтверждает тот факт, что, эээ, он любит, любит и ценит, и, эээ, значит, если он это подтверждает, он обращается вместе с вами к психологу, эээ, вот, эээ, либо вы сами, вместе с эээ, психологом, эээ, этот вопрос, эээ, решается. То есть, смотрите, анализируйте, что мужа не хватает, потому что, эээ, человек, которому стыдно, он, эээ, свои желания прячет, вот. Очень важно, очень важно, эээ, вместе с тем, эээ, чтобы вы сами не чувствовали себя, эээ, хуже от того, что он делает, чтобы не принимали на свой счёт то, что он делает, чтобы вы, эээ, не пытались, ээээ, какие-то свои проблемы решить за, эээ, счёт, вот, эээ, мужа своего, эээ, своего, эээ, вот, потому что, ээээ, в этом ничего хорошего не будет, то точно, ээээ, позитивного в этом, ээээ, для вас ничего, ничего не будет, потому что, ээээ, ну, мужчина, он просто будет ощущать, да, и не будет чувствовать, что, ээээ, все, как-то вот, за его счёт, эээ, пытаться решить, эээ, свои проблемы, эээ, вот, и, как-бы, ну, хорошего в этом ничего нет, Ээээ, не для доверия хорошего нет в этом ничего, эээ, не для будущего отношений, ничего нет хорошего в этом, опять же, ну, не для чего, не для чего нет хорошего, вот. Поэтому, если у вас есть свои переживания, а они есть, вот, то их, свои переживания, их нужно решить, вот, я бы сказал, что их нужно решить вам самой, самостоятельно, не привлекая мужчин. Это к этому, там, самостоятельно, ну, вот, в один случае просто проблема будет только уфигуляться, а человек на контакт с вами, он не пойдет, вот, к сожалению, он в этом случае, в этом случае не пойдет, когда контакт с охраной, там, ну, будет ощущать, будет ощущать, что на его счет пытается как-то вот выехать, вот. Вот так я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете, я надеюсь, что для вас это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его отчинку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...